Противники делимитации армяно-азербайджанской границы направились шествием из приграниченного Тавуша в Ереван. В столицу они рассчитывают прибыть 9 мая. Ожидается, что в этот день в Ереване стартуют масштабные акции протеста с требованием отставки правительства Пашиняна. Возглавляет протестное движение предстоятель Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. Тот самый, что задолго до начала делимитации Тавушского участка границы, публично заявил, что является реваншистом. По убеждению архиепископа, единственный достойный путь для армян – это путь мести. «Лично я реваншист и останусь таковым до конца своих дней», объявил Галстанян в декабре прошлого года. Причем сделал это не где-нибудь на митинге, а во время одной из проповедей, фактически призвав паству последовать его примеру. Уже тогда было ясно, что провокатор в рясе едва ли ограничится проповедями и попытается расширить масштаб своей мирской деятельности. Благодатной почвой для этой затеи архиепископ счел начало процесса делимитации армяно-азербайджанской границы с Тавушского участка. С первых же дней Галстанян возглавил радикально настроенную группу местных жителей, требуя немедленно прекратить разбазаривание так называемых армянских территорий. Под таковыми Галстанян и его приспешники подразумевают четыре села, которые Армения спустя 30 лет оккупации добровольно вернула Азербайджану. Собственно, именно возвращение этих сел и позволило перейти к практическим мерам по фиксации данного участка границы. Противники властей тут же обвинили Пашиняна в сдаче территории и в Тавуши начались беспорядки. На авансцену незамедлительно вышел архиепископ-реваншист Баграт Галстанян. Уже тогда было понятно, что за этой авантюрой стоит высшее церковное руководство, находящееся в открытом конфликте с правительством Пашиняна. Ичмиадзин действует в тесной кооперации с армянской оппозицией, преследуя вполне конкретные и общие цели. Ключевой задачей этого одиозного тандема является остранение Пашиняна от власти посредством уличной борьбы под псевдопатриотическими лозунгами. Поэтому активное участие архиепископа Галстаняна в Тавушских событиях не обусловлено стечением обстоятельств, а имеет очевидную логику. Чего не скрывает и сам Галстанян? По его словам, он не стал бы предпринимать никаких шагов без благословения католикосов всех армян Горигина II. Таким образом, во всей этой истории непосредственно замешан верховный патриарх, считающий Пашиняна своим личным врагом. После капитуляции во Второй Карабахской войне Горигин II принялся активно пропагандировать реваншизм в армянском обществе. Духовенство выступало с подстрекательскими речами, обвиняя правительство Пашиняна в слабости и неспособности отстаивать липовые национальные интересы. Горигин лично потребовал от премьер-министра уйти в отставку, уступив место более решительным, по его мнению, политическим силам. Ровно та же картина наблюдается и сегодня на фоне процессов Тавуша. По сути, католикос всех армян благословил протестные массы на свержение действующей власти, лишний раз подтвердив прямое участие церкви в политических авантюрах. Направляясь в Ереван, архиепископ Галстанян обратился к правительству Пашиняна с требованием покаяться в своих грехах. По его словам, нынешние протесты не угаснут на полпути и дело непременно будет доведено до конца. Мятежник в рясе отметил, что не случайно решил прибыть в Ереван в сопровождении единомышленников именно 9 мая. В этот день армянский народ традиционно отмечал праздники, которые у него отняли, сетуют Галстанян. Под праздниками подразумеваются годовщины основания так называемой армии обороны Карабаха и день оккупации армянскими силами азербайджанского города Шуша. По словам Галстаняна, сегодня армяне демонстрируют, что не предали эти даты забвению и не отреклись от них. То есть протесты направлены не только и даже не столько против делимитации границы, но и против признания территориальной целостности Азербайджана. Таким образом, мы вновь убеждаемся, что ситуация на границе это всего лишь повод для продвижения реваншистских нарративов. И Пашинян несет свою долю ответственности за развитие событий в подобном ключе. Премьер-министру Армении следовало сразу же после капитуляции уничтожить все эти настроения в зародыше. Для этого армянским властям необходимо было продемонстрировать четкую политическую волю к заключению мира с Азербайджаном. Вместо этого официальный Ереван опрометчиво прибегал к различным уловкам, нацеленным на стагнацию мирного процесса. Все, что происходит в Армении в эти дни является прямым следствием нерешительности ее руководства. Сегодня представители армянских властей выдвигают версию о причастности России к товужским протестам. То есть мы вновь наблюдаем попытки переложить ответственность на некие внешние факторы. Если Пашинян продолжит действовать в том же ключе, то все может завершиться для него крайне плачевно.